У вас есть с собой Библии? Тогда давайте сперва откроем их на 8 главе Матфея. И перед тем, как я начну читать, я хочу сделать несколько комментариев. Помните, какие инструкции дал нам Дух Святой, чтобы 2024 год был для нас годом прогресса, повышения, продвижения и исполнения наших наивысших ожиданий. Он сказал, во-первых, оставайтесь в вере, во-вторых, оставайтесь фокусированными на Божьих обетованиях, и в-третьих, не позволяйте себе отвлекаться на то, что происходит в мире вокруг вас. Мы говорили о каждом из этих пунктов, но сегодня, по водительству Духа Божьего, я хотел бы сфокусироваться на том, чтобы мы были сфокусированными и оставались сфокусированными. Быть сфокусированными и оставаться сфокусированными на Божьих обетованиях. Аминь. До того, как я стал человеком веры в 1969 году, Господь сказал мне однажды утром, когда я читал Писание, и первое место Писания, которое я увидел, когда открыл Библию, Кэролин, кстати, положила Библию в моей мастерской, но я ее не читал, и как только она ушла, я ее даже спрятал, потому что я не хотел, чтобы мои клиенты увидели Библию на моем столе. Но в 1969 году, в феврале 1969, когда приехал брат Копленд, я пошел на его последнее собрание. Не буду удуваться в детали, чтобы сэкономить время, но в тот самый вечер моя жизнь изменилась. Я не вышел вперед на том собрании, но когда мы пришли домой, я не мог уснуть. Я встал и пошел в гостиную. Я сказал, Господь, я не знаю, нужен ли я тебе еще, потому что я бегал от тебя всю мою жизнь, но я здесь, я сдаюсь тебе, я буду делать все, что ты скажешь мне делать. Я знал, что я был признан проповедовать, но я не хотел этим заниматься до этого момента. Я сказал, я буду проповедовать, если ты этого все еще хочешь. Я принес спасение и крестился Святой Дух. И с того момента я не мог оторваться от Слова Божьего. А в то время проповеди записывали на бобинах, и женщина, которая была в молитвенной группе Кэролин, пришла к нам на следующий же день, после того, как я принял решение следовать за Богом в три часа ночи. И она принесла бумажный пакет, полный бобин, с записями проповеди брата Копунда, стоя недели в церкви, живая скиния. Он проповедовал три собрания в день, целую неделю. И вот у нее были записи всех этих собраний. И она принесла их к нам домой. Она сказала, Бог сказал мне, если ты прослушаешь это, Он изменит твою жизнь. Я ответил, а как я должен это прослушать? У вас нет приигрывателя? Нет. Она сказала, я сейчас вернусь. Она поехала домой и привезла свой приигрыватель. Она сказала, Господь сказал мне отдать вам мой приигрыватель, но я надеялась, что он у вас уже есть, поэтому я не привезла его в первый раз. Но вот вам приигрыватель. Это был большой приигрыватель с двумя колонками по бокам. С таким не гуляли по улицам. Его ставили на комод или на стол, и к нему шли бобины. Итак, я начал слушать те записи, и услышал такое, что никогда раньше не слышал. Ну, потому что я ничего не знал о Библии. Я читал истории, имею в виду детские истории, когда ходил в детстве в баптистскую церковь в конце нашей улицы. Но что касается жизни веры, то об этом я ничего не знал. Я помню, как открыл свою Библию в то утро. Брат Коплэнд сказал открыть Библию на Евангелии от Иоанна. Он перешел к другому стиху, но мои глаза остановились на этом. Вы все его знаете. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я уже рассказывал вам, что слово «пребудете» спрыгнуло со страницы прямо мне в сердце. И Господь сказал мне, «Ты всегда хорошо стартовал, но ты всегда плохо финишировал». Если ты не разовьешь в себе искусство пребывания, то никогда не будешь тем человеком, которым я хочу тебя видеть. Ты никогда не будешь таким отцом и таким мужем, каким я хочу тебя видеть. И, конечно же, ты никогда не будешь тем проповедником, каким я хочу тебя видеть. Поэтому развивай искусство пребывания и придерживайся его. Аминь. Скажите тому, кто рядом, придерживайся этого. И вот в тот день я принял решение на том собрании, на котором я был за день до этого, и брат Копленд использовал фразу «качественное решение». Я не понимал, что такое качественное решение. Я никогда раньше не слышал эту фразу. Я слышал слово «решение», но не слышал «качественное решение». А через несколько месяцев, когда он снова приехал к нам, у меня была возможность поговорить с ним, и я спросил «а что вы имели в виду под качественным решением?» Это решение, на котором вы базируете свою жизнь, которое вы не меняете и не идете на компромисс. Я сказал «ясно, именно так я и сделал, я только не знал, что это так называется». Итак, с того дня я принял решение, что сдаваться для меня это не вариант, и я буду развивать искусство пребывания. И этим я уже занимаюсь 54 года. «Я больше не сдаюсь, я победитель, аллилуйя». Посмотрите на того, кто рядом, и скажите, «Если ты перестанешь сдаваться, то сможешь стать победителем». Аминь. И я начал изучать этот стих. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Речь идет о постоянстве. Речь идет о пребывании и о том, чтобы держаться до конца. Я никогда не был хорош в этом в прошлом. Я очень легко отвлекался. И Господь был прав, Он хорошо знал меня. Я хорошо стартовал, я всегда что-то начинал. Я начну то, и это, я начну а то, а потом я начну еще что-то другое, но длилось это недолго. Помню, когда я был в школе, то научился прыжкам с шестом. И мне нравилось прыгать с шестом, но это не был мой самый любимый вид спорта. Самым любимым видом спорта у меня был бейсбол. И когда я учился в старших классах, я играл в бейсбол еще с малой лиги. И когда я был в старших классах, то сезон легкой атлетики был в то же время, что и бейсбольный сезон. И в выпускном классе я решил, что в этом году я буду прыгать с шестом. Я решил, что смогу побить школьный рекорд. Тогда я еще не молился, но в тот вечер соревнований по легкой атлетике в Вудлоне. Кстати, в тот же год Терри Брэдшоу был в десятом классе. Они с Кэролин учились вместе и ходили в одну и ту же школу вместе. И Терри занимался метанием копья. И он побил национальный рекорд, который остается неизменными по сей день. И вы ни за что не угадаете, кому принадлежал предыдущий рекорд до того, как Терри побил его. Кто-то из вас помнит актера, который играл малыша Джоу в Бонанзе? Так вот, ему принадлежал национальный рекорд в метании копья среди старшеклассников. Терри Брэдшоу побил его рекорд, и он лично прилетел в Шрифтпорт, чтобы поздравить Терри. Он даже есть в школьном альбоме Кэролин. Дождитесь, это просто была рубрика «Интересные факты». Итак, Терри метал копье, а я в том же году собирался прыгать в шестом. Один из моих лучших друзей был прыганом в высоту. И вот в один из дней мы тренировались, а поле для бейсбола было недалеко от нашего трека. Команда по бейсболу, там играла в бейсбол, а я здесь тренировался прыгать в шестом. И за день до соревнования я опустился на колени у моей кровати и сказал «Господь, если Ты позволишь мне побить рекорд в прыжках в шестом среди старшеклассников, я обещаю, что воздам Тебе всю хвалу за это и буду служить Тебе». И вы знаете, что произошло? Я врал, как собака. Я не только не побил рекорд, но и сломал ногу. Сломал левую ногу в районе голени. Сломал левую ногу и провел на костылях следующие 13 недель. Я не мог прыгать в шестом и не мог играть в бейсбол. И папа сказал «Сынок, почему бы тебе не держаться от того, что у тебя хорошо получается? » И ответил «Папа, я просто хотел прыгать с шестом». Я отвлекся. О, не смотрите на меня так. Неужели вы никогда не отвлекались? Прыжки с шестом отвлекали меня от бейсбола. И у меня ушел целый год. Я был на костылях 13 недель, и прямо перед тем, как мне должны были снимать гипс, я был в зале, а ребята играли в баскетбол. Кто-то увидел меня, идущим по залу, и бросил мне мяч со словами «Закинь двухочковый, Савел». Я бросил костыли, взял мяч, кинул его вот так, и приземлился на эту ногу, и снова сломал ее. И провел на костылях еще 13 недель. То есть, я провел на костылях большую часть выпускного класса. Конечно же, это помешало мне играть в бейсбол, и это был последний раз, когда я прыгал в шестом. И это также был последний раз, когда я молился до 1969 года. Я думал, возможно, Бог неправильно меня понял. Я сказал, побить рекорд, а не сломать ногу. Может, я неясно выразился, но и так, папа часто говорил мне, «Сынок, почему ты не держишься того, что у тебя лучше всего получается?» Но я потерял фокус. Я отвлекся. Именно в этом цель отвлечения – сделать так, чтобы вы потеряли фокус. Аминь. И такой была история всей моей жизни. Еще одна вещь, которая меня часто отвлекала – это девочки. Это хорошее отвлечение. Я мог двигаться в каком-то направлении, я был серьезно настроен, но затем какая-то красивая девочка отвлекала меня. Так со мной было на первом семестре колледжа. Я учился в луизианском техническом и встречался с девушкой. Это было до того, как мы с Кэролин начали встречаться. Эта девочка училась в выпускном классе той же школы, в которой учились мы с Кэролин. Мы начали встречаться, когда я был в выпускном классе. И я думал, что я на ней женюсь. И следующее, что я помню, я вылетаю из колледжа и планирую на ней жениться. И пойти работать в автомастерскую, потому что меня научил этому папа. Но случилось так, что мы расстались. И слава Богу! Это была бы катастрофа, если бы мы женились. Этот брак был обречен. Но слава Богу, что у нас так и не дошло до свадьбы. Мы расстались, а потом я решил вернуться в колледж. Я решил вернуться в колледж, потому что в то самое время началась война во Вьетнаме. И я получил письмо, просьба явиться в ближайший военкомат. Я подумал, «О, я хочу служить своей стране, но я не готов ехать во Вьетнам для этого». И поэтому я вернулся в колледж. Но я пошел в другой колледж, где меня еще не знали, как того, кто бросает все на полпути. Я пошел в северо-западный колледж, и то же самое началось и там, отвлекающие факторы. Мы с Каролин начали встречаться. Не буду пересказывать всю эту историю. Мы начали встречаться, и вскоре после этого в колледже появилась одна девушка. Каролин была дома и ходила в школу. А вот эта девушка из колледжа была из группы поддержки в нашей с Каролин школе. Она была одна год младше меня, и мы с ней начали гулять, встречаться, ходить на свидания. Но у Каролин было мое кольцо, кольцо выпускника. Помните то время, когда девушки носили на цепочке кольцо выпускника своего парня? Мы встречались, а я ходил на свидание с той девушкой из колледжа. И это был отвлекающий фактор. Я отвлекся. Я очень легко отвлекался, понимаете? И она хотела попасть в группу поддержки колледжа. И хотела, чтобы я занимался ее предвыборной компанией на место в группе поддержки. Мой кузен Уэйт был коммерческий художник, и я уговорил его нарисовать для нее плакаты. И плакаты получились прекрасными. Это были лучшие плакаты в колледже. Они были в поддержку этой девушки. И я пытался порвать с Каролин, но она не порывала со мной. Она не отдавала мне мое кольцо. Я сказал, ну и забирай себе это кольцо. И только когда я стал человеком веры и окунулся в Слово Божие, все это изменилось. Тут старый Джерри умер и родился новый человек. И этот новый человек жив по сей день. 54 года спустя, слава Богу. И я уже не так легко отвлекаюсь. И я не сдаюсь. Я победитель, слава Богу. Потому что я научился оставаться сфокусированным. Вы не можете иметь такое международное служение, как у нас, и не быть при этом сфокусированным. Потому что раньше меня тянуло во все стороны. Во все возможные стороны. Меня просят сделать то и это. Меня просят поддержать и то и это. Меня приглашают приехать и туда, и сюда. И если вы не будете сфокусированы на том, что сказал вам сделать Бог, вы можете легко отвлечься и делать то, что Бог не просил вас сделать. И со мной такое было однажды. У меня было много евангелизационных проектов, и проблема была в том, что я видел нужду, но не видел того, кто мог бы ее восполнить. Поэтому я решил сделать все сам. Но это забирало мое время, мои финансы, мою энергию от того, что я был призван делать. Поэтому мне пришлось поработать над тем, чтобы снова стать сфокусированным. Мне пришлось отказаться от части этого, чем я занимался, и сфокусироваться на том, к чему я был действительно призван. Невозможно делать то, чем я занимаюсь, не будучи крайне сфокусированным. И я научился быть таким много-много лет назад. Поэтому я хочу поговорить о важности этого, чтобы быть сфокусированными на Божьих обетованиях, потому что это одна из инструкций, которую дал Бог, если мы хотим, чтобы наш 2024 год был годом прогресса, повышения, продвижения и исполнения самых высоких ожиданий. Кому это интересно? Хорошо, тогда скажу еще несколько слов о фокусе. Ваша способность оставаться сфокусированным на том, что пообещал Бог, определяет, придете ли вы туда, куда Бог хочет, чтобы вы пришли. Повторю это. Ваша способность оставаться сфокусированным на том, что пообещал Бог, определяет, придете ли вы туда, куда Бог хочет, чтобы вы пришли. Фокус дает вам способность увидеть то, что видит Бог. И если вы будете оставаться сфокусированными, то это поможет вам двигаться к исполнению этого. Я записал себя, потому что это поднялось в моем духе, когда я готовился к этой теме. И это можно сказать так. Фокус – это средство, которое доставляет вас туда, где вы переживаете лучшее от Бога для вашей жизни. Вам понадобилось средство, чтобы добраться сегодня до церкви. И фокус – это такое же средство, которое доставит вас туда, где вы начинаете переживать лучшее от Бога для вашей жизни. Аминь. Именно поэтому вы должны начинать каждый свой день с мысли о Божьих обетованиях, которые говорят вам, кем вы можете быть, что вы можете делать и что вы можете иметь. Аминь. Кем вы можете быть, что вы можете делать и что вы можете иметь. Слово Божие – это как компас, инструмент навигации, который направляет вас в правильном направлении. В Псалме 118, 105 сказано, «Слово Твое – светильник на ге моей и свет стезе моей». Это как компас. В переводе «месседж» сказано, «Благодаря Твоим словам я вижу, куда я иду. Они проливают свет на мой темный путь». В переводе «страсть» сказано, «Яркий свет истины направляет меня в моих выборах и решениях». Откровение Твоего Слова делает мой путь ясным. Итак, наш фокус должен быть на Слове Божьем и на Его обетованиях, которые мы находим в Нем. Его свет – это светильник для наших ног. Когда вы понятия не имеете, куда Бог хочет, чтобы вы шли, тогда вашему врагу очень просто отвлечь вас. Но когда Божьи обетования, которые вы узнали из Слова Его, создают основания, на котором вы утверждаете свои цели, то сфокусированность помогает вам достичь их. Если вы не умеете быть сфокусированными, то маловероятно, что вы когда-либо придете к исполнению того, что пообещал Бог. Можете сказать «Аминь» на все это? Хотите, чтобы я это повторил? А, нет? Хорошо. Кто из вас видел фильм «Ради любви к игре»? С Кевином Костнером. О, я обожаю этот фильм, потому что он о бейсболе. Кевин Костнер играет в бейсболисты из Детройта, и они играют в Нью-Йорк-Янкис. Кевин Костнер – он питчер. Ему около 40 лет, он играет в профессиональный футбол уже много лет. И он дошел до того, что задумался о том, чтобы уйти на пенсию. Но ему предстоит игра, которую он должен выиграть. И когда он идет на базу, ну, если вы помните этот фильм, то шум на стадионе стоял просто невероятный. Это огромный шум, огромный гул. Там тысячи людей, и шум стадиона – это крик, поддержка болельщиков, и также плохие слова, проклятие и так далее. И в фильме вы все это слышите. И перед первой подачей он говорит такие слова. «Запустить механизм» или «очистить механизм». Что это значит? Отключиться от всего, что отвлекает. Вот что это значит. И далее вы видите, как он наклоняется и фокусируется на базе и на кетчере, и затем он начинает играть. В итоге он бросает мяч, который никто не мог отбить, и уходит на пенсию. Мне нравится та часть. О, если бы я знал об этом, когда играл в бейсбол. Я не знал трюка очистить механизм. Но я знал, что нельзя обращать внимание на толпу, разве что на тех, кто тебя поддерживает. А мой папа не пропустил ни одну из моих игр, и он громче всех кричал, «Выбей его, Буба!» Я мог слышать его сквозь толпу. «Выбей его, Буба!» Таким был его способ подключаться от всего, что отвлекает. И когда он делал первую подачу, он смотрел на базу и на кетчера и ни на что другое. Аминь. А среди вас есть пилоты или те, кто проходили какие-то летные курсы? Когда вы проходите летные курсы, которые я проходил много лет назад, то частью вашего обучения является умение летать по приборам. То есть вы летите по приборам, а не потому, что вы видите снаружи. Вы не смотрите в окно или на какие-то маркеры снаружи, а вы летите строго по приборам. Что они делают, чтобы помочь вам сфокусироваться на инструментах? Надевают на вас специальный козырек. Они одевают специальный козырек. Вот, смотрите. Видите козырек на пилоте? Он должен помешать ему смотреть в окно или смотреть по сторонам. Он смотрит только на панель приборов и слушает авиадиспетчеры, чтобы получить координаты. И он должен настроить приборы по этим координатам и сфокусироваться на приборах. Если он отклонится в сторону хотя бы на один градус из-за того, что отвлечется, то в итоге окажется там, где он не собирался оказываться. То есть этот козырек должен научить вас оставаться сфокусированным на приборах. Аминь. Еще раз, Псалом 118-105 в переводе «Месседж». Благодаря Твоим словам я вижу, куда я иду. Они проливают свет на мой темный путь. И еще раз, перевод «Страсть». Яркий свет истины направляет меня в моих выборах и решениях. Откровение Твоего слова делает мой путь ясным. Аминь. Всегда делайте Слово Божие окончательным авторитетом. Будьте как сотник, который сказал Иисусу, что Его слуга ужасно страдает. Эта история находится в Матфея 8 главе. Давайте откроем ее вместе. Матфея 8 глава. Позвольте Слову Божьему быть окончательным авторитетом вашей жизни. Начнем читать с 5 стиха. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только Слово и выздоровит слуга мой». Если вы еще не подчеркнули этот стих, то сделайте это сейчас, чтобы каждый раз, когда вы будете открывать Матфея 8 главу, он кидался вам в глаза. «Скажи только Слово». Давайте скажем вместе. «Скажи только Слово». «Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Иными словами он говорит, «Я признаю твою власть, потому что я человек с властью и под властью». «Я также признаю Слово с властью». Когда я говорю человеку, «Иди», он идет. И все из-за слов, которые вышли из моих уст. Мои слова несут в себя власть. Когда я говорю человеку, «Приди», он приходит, «Потому что мои слова несут власть». Когда я говорю человеку сделать что-то, он делает, «Потому что мои слова несут власть». Вот почему он сказал Иисусу, «Скажи только Слово, и исцелится, слуга мой». Потому что он понимал, что слова Иисуса несли в себе власть. Далее сказано, «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры». Иными словами он говорит, «Я должен был бы видеть такую веру в божьих людях». А это был римский сотник, которого евреи считали язычником и безбожником. Их считали собаками или даже хуже, чем собаки. Однако язычник, не имеющий завета с Богом, имел больше веры, чем люди Божьи. Потому что он признавал власть и признавал авторитетные слова или слова с властью. Вот почему он сказал, «Скажи только Слово, и выздоровеет слуга мой». И если вы продолжите читать эту историю, то узнаете, что именно так и произошло. То же самое произошло и с Марией. Когда ангел явился ей и сказал, что у нее будет ребенок без помощи мужчины, вначале она была озадачена. Но потом она сказала, «Да будет мне по слову Твоему». «Да будет мне по слову Твоему». Иными словами, я позволю Слову быть окончательным авторитетом. А затем Библия говорит, «Слово стало плотью и обитало среди нас». Итак, Мария приняла Слово в качестве окончательного авторитета. И хотя с естественной точки зрения невозможно забеременеть без участия мужчины, потому что мужчина – носитель семени, она все же сказала, «Да будет мне по слову Твоему». То есть, я позволю Слову Божьему быть окончательным авторитетом. И так и случилось, и родился Иисус. Аминь. В Римлянам 10.17 сказано, «Вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего». Слышание – от Слова Божьего. Вера растет, когда мы слушаем, постоянно слушаем Слово Божье. Там не сказано, что вера пришла, когда мы услышали. Сказано, что вера приходит от слышания, слышания и слышания. И одна из лучших вещей, которую Бог сделал для нашего поколения, это возможность записывать проповеди, чтобы можно было прослушать их еще и еще. Аминь. Я уже рассказывал, что в моем портфеле с Библией я также ношу небольшой айпод, на котором у меня проповеди Кеннета Хейгена, Кеннета Коопланда, Орла Робертса, Тейла Осборна, Джона Остина, Фреда Прайса, которые они проповедовали тогда, когда я только начинал свое служение. Они все еще со мной. И не проходит и дня, особенно, когда я путешествую, чтобы я не прослушал проповедь Кеннета Хейгена. И я могу повторить ее слово в слово. Я знаю, что он скажет дальше, я знаю все истории. Я так часто его слушаю, что мне кажется, что я родился в Макките, штат Техас. И я не устаю слушать их, а особенно перед собраниями, где мы можем ожидать движения Святого Духа. Вот что я делаю в моей комнате, пока молюсь в Духе и пересматриваю мои записи. Пока я хожу там и молюсь, что-то на заднем плане проповедует мне о вере. Аминь. Аминь. Я заряжаю атмосферу моей комнаты верой. Я не знаю, что происходило в этой комнате до меня. Я не знаю, какие люди были здесь до меня. Не знаю, какие там велись разговоры. Вот как я очищаю атмосферу. Я включаю мой iPod и запускаю проповедь Кеннета Хэггена или Орла Робертса или Джона Остина или Кеннета Копланда. Я просто очищаю атмосферу. Аминь. И к тому моменту, как нужно идти на служение, когда я выхожу из комнаты, я уже готов. Я готов. Моя вера на высоком уровне. Аллилуйя. Я ожидаю, что Бог будет что-то делать. Слава Богу. Аминь. Итак, вера приходит от слышания, слышания и слышания. Постоянного слышания. Давайте посмотрим, например, в Деяниях 14. Деяние 14 глава. Восьмой стих. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла. А о чем говорил Павел? Он не рассказывал об истории или о стихе, которые он прочел в газете. Нет, он говорил Слово. Павел сам говорил, мы проповедуем Слово веры. То есть здесь он проповедует Слово веры, а тот человек слушает его. Тут сказано, он слушал говорившего Павла, который взглянув на него, то есть Павел взглянул на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления. А откуда у него взялась вера для получения исцеления от слушания проповеди Павла. Аминь. Вот что должно происходить на каждом собрании здесь, потому что за эту кафедру не выходят люди, которые не проповедуют веру. Аминь. Если мы приглашаем кого-то за эту кафедру, то мы знаем, что этот человек, он проповедник веры. Аминь. С этой кафедры не звучит неверие. Отсюда не звучат религиозные традиции, а только вера, вера и вера. Аллилуйя. А это именно то, что мы здесь делаем. Мы проповедуем веру. И когда вы выходите отсюда, у вас должна быть вера. У этого парня была вера для получения исцеления. Когда вы выходите отсюда, у вас должна быть вера, что 2024 будет годом прогресса, продвижения, повышения и исполнения самых высоких ожиданий. Почему? Потому что именно об этом мы проповедуем. Вот о чем мы проповедуем. Если вы слушаете это, то в вас поднимается вера. А вера и фокус идут рука об руку. Вера и фокус идут рука об руку. Итак, еще раз, этот человек слышал, как Павел проповедовал слово веры. А Павел увидел, что он имеет веру для получения исцеления. Затем он сказал тому человеку подняться на ноги, тот вскочил и пошел. Заметьте, вера пришла от слышания. Аминь. Он слышал слова веры и потом были результаты. Вернее, в результате этого пришло исцеление. Итак, тот человек получил веру, когда Павел проповедовал. Я верю, что то же самое произойдет с вами сегодня, пока я буду рассказывать вам о силе фокуса. Придет вера, и вы станете полностью сфокусированными на том, что Бог сказал нам о 2024 годе. А в Псалме 118-130 стих сказано «Откровение слов твоих просвещает». Откровение твоих слов просвещает или приносит свет. В переводе «страсть» сказано «Открой во мне слово твое, пока свет откровения не засияет наружу, а те, у кого открыты сердца, получают понимание твоих планов». А те, у кого открыты сердца, получают понимание твоих планов. Тут есть те, у кого открыты сердца. Тогда ожидайте увидеть понимание его планов. Аминь. Вот что я пытался донести до вас. Аллилуйя. Итак, если у вас открытое сердце, то вы уже можете начинать восклицать, потому что Бог откроет вам свои планы, слава Богу. Не тратьте свое время на то, чтобы сфокусироваться на том, чего вы не хотите. Лучше сфокусируйтесь на том, чего вы действительно хотите. Кто-то хочет того, что для вас хочет Бог. Тогда на этом вам и нужно сфокусироваться. Сфокусируйтесь на том, что Он сказал, вы можете делать. Сфокусируйтесь на том, кем Он сказал, вы можете быть, и на том, что Он сказал, вы можете иметь. Осмельтесь смотреть вперед, а затем ожидайте, что Бог сделает это для вас. Осмельтесь смотреть вперед, а затем ожидайте, что Бог сделает это для вас. Вы уже слышали этот пример от меня, но всякий раз, когда мы перерастали тот самолет, который Господь давал нам для служения, мы начинали верить и новым. И первое, что я делаю, сею самолет, на котором мы до этого летали в другое служение. Я нахожу служение, которое нуждается именно в таком самолете, и сею им этот самолет. И я хотел бы сказать, что сразу после этого в ангаре незаметно для нас, появляется новый самолет, который нам нужен. Но нет, все совсем не так. Зачастую проходят дни, месяцы и даже годы до того, как появится следующий самолет. Но что еще я делаю? Я заказываю модель того самолета, который Бог обещает дать мне следующим. Я даже рисую номер на хвосте, который я хочу иметь, когда заполучу его. Иногда я даже прошу их нарисовать человечка в окне, и это я. И я кладу эту модель на свой письменный стол прямо передо мной. Когда я прихожу в офис, то вижу эту модель. Я также возлагаю на нее руки и благодарю за нее Бога. Что я делаю? Я фокусируюсь, потому что вера и фокус идут рука об руку. Вера и фокус идут рука об руку. Я фокусируюсь на том, о чем я верю. Я фокусируюсь не на том, чего у меня нет, а на том, о чем я верю. Аминь. И когда этот самолет проявляется, я летаю на нем какое-то время, иногда год, иногда 10 лет, а на одном самолете я летал 12 лет перед тем, как посеять его в другое служение. И когда я начинаю следующий авиационный проект, то кладу эту модель на полку рядом с другими моделями самолетов, которые пришли ко мне за эти годы. И это мое свидетельство. Понимаете? Проповедники, приходившие ко мне в офис, спрашивали, зачем вам столько моделей самолетов? Я отвечаю, это первый самолет, о котором я верил, это второй, о котором я верил, это третий, это четвертый, а тот, что у меня на столе, это тот, о котором я верю сейчас. Заметьте, как важно фокусироваться. Моя дочь Терри учит людей о доске визуализации. Доска визуализации. Это не должно быть чем-то новым для тела Христова. Бог говорил об этом в Своем Слове уже тысячи лет назад. Запиши видение. Сделай его простым, чтобы, прочитав его, ты смог следовать ему. Аллилуйя. Мотивация. И все это для того, чтобы вы были сфокусированы. Запишите видение. Сделайте его простым. Кто-то скажет, ну я пробовал это, и для меня это не сработало. Нет, это для вас не работает, потому что вы сдались. Ладно, попробуй с этой стороны. Это для вас не сработало, потому что вы сдались. Но вы не такие. Я говорю, вы не такие. Можете сказать «Аминь». Аллилуйя. Я верю, что одна из основных причин того, почему люди так быстро сдаются, это потеря фокуса. Скажу это еще раз. Фокус – это средство, которое приведет вас туда, куда Бог хочет отвезти вас. Это средство, которое приведет вас туда, куда хочет Бог. Хочу вам кое-что предложить. Когда изучаете Библию, обращайте внимание на те моменты, когда Бог использует слово «видеть и смотреть». «Видеть и смотреть». Потому что зачастую, когда Бог говорит «Смотри», это Его попытка помочь людям сфокусироваться на том, что Он желает принести в их жизнь. Пример – это Бытие 13 глава. Давайте откроем вместе это место из Писания. Бытие 13. Вы еще здесь? Вы что-то получаете? А? Бытие 13 глава. И давайте посмотрим на 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри». «К северу и к югу, и к востоку, и к западу». «Ибо всю землю, которую ты видишь». «Всю землю, которую ты видишь». Заметьте, здесь встречаются оба этих слова. «Посмотри и видишь». «Посмотри и видишь». Что Бог говорит Аврааму? «Я стараюсь создать для тебя видение, на котором ты должен сфокусироваться». Смотри дальше того места, где ты сейчас. Это, наверное, одно из самых сложных заданий для людей. Не смотреть на то, где они сейчас, потому что то, где они сейчас, пытаются ограничить и удержать их. Возможно, ваш предыдущий год был не таким, как вам хотелось, и вы все еще разочарованы по этому поводу, и, может, даже обижены на Бога, что все произошло не так, как хотелось. И Павел, он пишет, «Забывайте заднее». Просто забывайте заднее. Итак, одно из самых важных и сложных заданий для человека – это посмотреть дальше того места, где он сейчас. Аминь. Послушайте, как здесь сказано. «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри». Скажите тому, кто рядом с вами. Первый шаг к тому, чтобы иметь лучшее от Бога для 2024 года – это смотреть дальше того, где вы сейчас. Впереди есть значительно больше. Поэтому вперед. Аминь. Аллилуйя. Итак, посмотри и увидишь. И это лишь один из многих примеров. Поэтому, когда будете изучать Библию, сами уделяйте внимание тем местам, где встречаются слова «смотреть» и «видеть», используемые Богом, потому что это зачастую так Бог пытается дать видение, чтобы они были сфокусированы и в итоге достигли этого. Я слышал, как один проповедник сказал, «И я не мог придумать ничего лучше, поэтому просто одолжил его высказывание». Он сказал, «Проблема большинства христиан в том, что они близоруки. Они не видят дальше своего носа. Они близоруки. Некоторые даже говорят, «Так будет до конца моих дней, или выглядит так, что я застрял в этом навсегда. Или, кто я такой, чтобы думать, что это произойдет со мной?» Они не видят дальше того, где они сейчас. Если Бог говорит, что вы можете быть кем-то, то вы можете им быть. Если Бог говорит, что вы можете сделать что-то, то вы можете это сделать. Если Бог сказал, что вы можете что-то иметь, то вы можете это иметь. Поэтому перестаньте соглашаться на меньшее, чем лучшее от Бога, из-за своей близорукости и недальновидности. Как в этой истории с Авраамом. У нас нет времени, чтобы читать ее полностью, но если вы прочтете ее, то увидите что-то, что Бог пообещал ему, и не досталось ему без конфронтации, сопротивления, отвлекающих факторов, и это не досталось ему легко и просто, но сфокусированность сыграла важную роль. Аминь. И чтобы помочь Аврааму оставаться сфокусированным, Бог постоянно напоминал ему о его завете. Аминь. Когда сатана пытается отвлечь нас, Бог всегда будет возвращать нас к тому, что он пообещал. Евреям 6, 13, 15 в переводе месседж. Когда Бог дал Аврааму обещание, он полностью его поддержал, поставив на карту свою собственную репутацию. Он сказал, «Я обещаю, что благословлю тебя всем, что у меня есть. Благословлю, благословлю и благословлю». Авраам выстоял. Скажите, выстоял. Выстоял. И в своих записях я добавил, «Оставался сфокусированным и получил все, что ему было обещано». Авраам выстоял, оставался сфокусированным и получил все, что ему было обещано. А если вы посмотрите на 12 стих, то увидите, что там сказано. «Но подражали тем, которые верою и долготерпением, и я добавил, оставаясь сфокусированными, наследуют обетование». Подражайте тем, кто верой и терпением, и оставаясь сфокусированными, наследуют обетование. А в переводе месседж сказано, «Будьте подобны тем, кто твердо придерживается выбранного курса». И я добавил, остается сфокусированным, с посвященной верой, и затем получает все обещанное. Это показывает нам, как важен фокус. Оставайтесь сфокусированными. Аминь. Римлянам 1.17. Апостол Павел пишет, «Праведной верою жив будет». Это же повторяется в Евреям 10.38. «Праведной верою жив будет». И очевидно, что жизнь веры требует дисциплины. А сфокусированность – это одна из главных характеристик дисциплинированного человека с дисциплинированной, сфокусированной жизнью. То есть, можно сказать смело, что вера и фокус идут рука об руку. Павел учит нас на тему веры в послании к римлянам. Большинство экспертов заявляют, что он также написал и послание к евреям. И он говорит о вере, и никто в Библии не говорит о вере так много, как Павел. И, конечно же, сам Иисус. Павел пишет, что сфокусированность требует, чтобы мы дошли до того в нашей жизни, чтобы могли сказать посреди любых трудностей, «но я ни на что не взираю». Это Деяние 20.24. «Но ни на что из этого я не взираю». Что бы ни встречалось Павлу на пути, он оставался сфокусированным, и он подтверждал это словами. «Я закончу свой забег». «Я закончил свой забег», и в конце своей жизни он сказал. «Я закончил свой забег и веру сохранил». То есть, он оставался сфокусированным до конца своего служения. При том, что ни у кого, ни у кого не было столько причин все бросить и сдаться, как у Павла. Я надеюсь, вам понравилась эта тема. Если да, то продолжайте смотреть нас. Наше желание учить вас принципам Слова Божьего, которые помогут вам иметь лучшее от Бога в вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы были победителем в каждой сфере вашей жизни. Он хочет, чтобы вы были победителями в браке, в вашем здоровье, в финансах, и один из способов, как вы можете прийти к этому, это проводить качественное время в Слове Божьем, а потом оставаться сфокусированными на том, что он говорит. «Не позволяйте сатане отвлечь вас». Вы можете стать тем победителем, которого в вас видит Бог, если вы научитесь тому, как оставаться сфокусированным. Бог дал нам обетования, и эти обетования задуманы им так, чтобы вести вас по правильному пути к лучшему, что он имеет для вашей жизни.